Здравствуйте! Предположим, нам дана последовательность. Ее первый член равен 1, второй – минус 1, второй, третий – 1,3, далее – минус 1,4, потом идет 1,5 и так далее до бесконечности. Давайте изобразим эту последовательность графически. Проводим оси. Это ось У, или АН, а это ось Н, на которой мы будем отмечать порядковые номера членов последовательности. Допустим, здесь АН равно 1, а здесь минус 1. Здесь, соответственно, будет минус 1,2, а здесь 1,2. И давайте разобьем на деление ось Н. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до бесконечности. Что у нас здесь происходит? Первый член последовательности, его порядковый номер 1, равен 1. Значит, если Н равно 1, то АН равно 1. Давайте здесь допишем, что у равно АН. Когда же Н равно 2, АН равно минус 1,2. Когда Н равно 3, АН равно 1,3. Когда Н равно 4, АН равно минус 1,4. Когда Н равно 5, АН равно 1,5. Вот эта точка. И так далее. Как видите, точки находятся то над, то под осью Н. Но чем больше Н, тем ближе значение АН к нулю. Возникает вопрос, что случится с АН, если Н будет стремиться к бесконечности? Или другими словами, чему равен предел последовательности АН при Н стремящемся к бесконечности? Давайте запишем эту последовательность в явном виде, формулой n-ого члена. Итак, мы можем задать эту последовательность следующим образом. Это последовательность АН при Н от 1 до бесконечности, при этом АН равно… чему равно? Если не обращать внимание на знаки, то похоже на то, что АН равно 1, деленное на Н. Теперь смотрим на знаки. Они чередуются. Сначала плюс, потом минус, потом опять плюс, потом минус и так далее. Значит, сюда мы еще дописываем умножить на минус 1 в степени… Если мы запишем минус 1 в степени n, тогда чему будет равен первый член? Он будет равен минус 1. А нам нужна 1. Поэтому степень будет n плюс 1. Можете проверить, что это на самом деле наша последовательность. Если n равно 1, то здесь будет 1 делить на 1 умножить на минус 1 во второй степени. А это равно 1. Все правильно. То же самое касается и всех остальных членов последовательности. Эту формулу мы можем немного по-другому записать. Это то же самое, что и минус 1 в степени n плюс 1 делить на n. Значит, вопрос, чему равен предел последовательности АН при n, стремящемся к бесконечности, равнозначен вопросу, чему равен предел выражения минус 1 в степени n плюс 1 деленное на n при n, стремящемся к бесконечности. Не забываем, что АН – это всего лишь функция от n. И нам нужно найти предел этой функции при n, стремящемся к бесконечности, и областью определения, которой выступает множество натуральных чисел. Давайте посмотрим, что происходит со значением этой функции, когда значение n стремится к бесконечности. Числитель будет равен то 1, то минус 1. А вот знаменатель будет становиться все больше и больше. Следовательно, в результате мы получим очень-очень маленькое число. По сути, этот предел будет стремиться к 0. Пока я этого не доказала. Пока что я просто предположила, что это на самом деле так. Ну, а если это действительно так, если это равенство справедливо, если предел при n, стремящемся к бесконечности, последовательности АН равен 0, то в таком случае мы можем сказать, что эта последовательность сходится к 0. Это абсолютно то же самое, только сказано другими словами. Значит, если предел последовательности АН при n, стремящемся к бесконечности, равен 0 или другой константе, или, скажем, в общем, если предел существует, и он не равен бесконечности, то тогда эта последовательность называется сходящейся. Если же это утверждение неверно, если последовательность имеет бесконечный предел, либо у нее вообще нет предела, то такая последовательность называется расходящейся. Надеюсь, все было понятно. На этом все. До скорых встреч!